Приветствую вас! Певица Бабкина много работает. В ее графике и съемке на ТВ, и руководство коллективом в театре, и гастроли. Надежда Бабкина не отрицает, что у нее много энергии, но порой она все же сильно устает. За время долгой карьеры у певицы появилась железная выдержка, поэтому она знает, как себя вести в любой, даже экстремальной ситуации. Однажды она пела в Новороссийске в концертном зале, у которого горела крыша. Но Бабкина не прервала концерт, пока пожарные устраняли возгорание. Бабкина чувствует себя уверенно и перед камерами. Уже 11 сезонов она является одной из ведущих модного приговора. На программу эту она попала неожиданно. Надежда Георгиевна отдыхала вместе с избранником Евгением Гором на море, а ей позвонили с Первого канала и позвали в передачу. Бабкина поддерживает героев. Приходится иногда накатывать на того, кто обвиняет, рассказывает певица. Но время от времени она не может присутствовать на съемках из-за других проектов. Появилась большая нагрузка в плане театра, фестивалей. Я не могу всегда лично присутствовать. Они всегда ищут мне замену. Но как они это делают? Это их вопросы, посылы. Потом я освобождаюсь и говорю, что готова приехать, призналась Бабкина. По словам певицы, они снимают по четыре программы «Модный приговор в день». Надежда признается, что бывают герои, которые просто выносят мозг. Иногда понимаю, что это люди, которые глубинно застряли где-то, добавляет звезда. Ну а в рамках шоу «Окей на связи» Надежда Георгиевна дала советы о том, как стоит выглядеть мужчинам. По ее словам, прическа должна быть без челки, так как челку носят только в детстве. А яркие пиджаки с непонятным принтом не делают мужчин им позантнее. Субтитры создавал DimaTorzok